Проводя разбор послания к римлянам, хорошо бы сейчас вкратце, в течение оставшегося у нас времени, еще раз припомнить основную мысль этого послания. Она является как бы ключом к раскрытию понятия главной темы разбираемой книги. Выражена эта тема в 17 стихе первой главы послания римлянам. Такими словами, в нем, то есть Евангелие, открывается правда, вернее, праведность Божия от веры веру, как написано, праведный верою жив будет. Иначе говоря, темой послания римлянам является, если сжать в одно слово, оправдание. Что подразумевает Библия под словом оправдание, оправдывать? Для этого нам необходимо тщательно исследовать некоторые места из Слова Божия, помимо послания римлянам, указывающие, в каком смысле употребляется слово оправдывать. Мы увидим из этих мест, что слово оправдывать, согласно Библии, не означает делать праведным, но вернее означает считать или объявлять праведным. Это не означает делать человека по природе праведным, но просто Бог почитает такого человека оправданным. Доказав в третьей главе этого послания, что никакая плоть не оправдывается перед Богом законом, потому что все согрешили и потому лишены славы Божией, в четвертой главе этого же послания Павел приводит пример Авраама, говоря, «Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом, ибо, что говорит Писание, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Итак, мы видим, что человек не может оправдаться делами закона, как написано в послании Галатам во второй главе и в шестнадцатом стихе. Человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа. «И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». И почему же не может человек оправдаться законом? Потому что, как дальше пишет апостол Павел, все утверждающиеся на дела закона находятся под клятвою, ибо написано «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Таким образом, все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием. Бог не дал закон людям, чтобы они им оправдались или им спаслись, но для того, чтобы привести их к познанию греха. Так что заграждается всякий уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Если таково положение человека, то как же ему получить оправдание? Слушайте, что сказано в третьей главе послания римлянам. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Итак, оправдание не происходит на основании наших заслуг. Это дар Божий, который может получить каждый человек без платы. Источник этого дара есть искупление, совершенное Иисусом Христом на Голгофском кресте. Это написано в римлянам, пятой главе, девятнадцатом стихе. «Будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». Да, возлюбленные, основанием для оправдания является пролитая кровь Иисуса Христа, спасителя мира, благодарение Ему. Мы получаем оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его, через веру, для показания правды Его в прощении грехов. Слава нашему дорогому Господу! Когда человек перестает что-нибудь делать для своего оправдания и просто начинает верить в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера Его тогда вменяется ему в праведность. Тут не вопрос в том, имеете ли вы достаточно дел представить для вашего оправдания, но в том, верите ли вы в Того, Кто оправдывает нечестивого. Дела не могут помочь нашему оправданию, наоборот, могут быть препятствием, тогда, когда мы надеемся на добрые дела свои. Мы оправдываемся не нашими делами, но Его делом. Самым трудным является именно это объяснить людям, что оправдание исключительно через пролитую кровь Иисуса Христа. Следует отметить, что вера, которой оправдывает, должна быть сердечной верой. Слушайте, что тут написано. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Верить сердцем означает верить всем существом. Вера сердца – это не есть только известное богословское или религиозное понятие. Это убеждение, которое делается доминирующим над всем внутренним существом, которое отражается ясно на внешней жизни верующего человека. Если кто говорит, что имеет веру, но его вера не проявляется в осуществлении того, что она исповедует, то такая вера не может оправдать его. Да, дорогие мои, мы оправдываемся верой без дел, но мы не можем оправдаться такой верой, которая не имеет дел. Вот почему Яков пишет, что польза, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. В заключение отметим, какие же результаты, оправданные Богом души. Во-первых, будучи оправданным верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Вражда между Богом и грешником удалена крестом Христовым, и в тот самый момент, когда грешник уверует в Иисуса Христа, он становится оправданным и имеет мир с Богом через Иисуса Христа. Во-вторых, верующий в Иисуса Христа обеспечен от всякого осуждения через смерть, воскресенье и ходатайство Господа Иисуса Христа. Затем оправданный грешник, будучи оправданной кровью Иисуса Христа, спасен от грядущего гнева Божьего и сделался наследником жизни вечной. И, наконец, те, которые оправданы, они будут царствовать вместе со Христом. Да, возлюбленные, оправдание является краеугольным камнем в деле спасения. Поэтому, если ты еще не оправдан перед Богом верой, то ты можешь сейчас, приняв его дар праведности веры в Иисуса Христа, иметь жизнь вечную и жребий со святыми. Да поможет тебе Господь сегодня принять этот чудный и дивный дар Божьей любви. Аминь.